Поставили точку в хоккейном сезоне. На льду детского ледового дворца состоялся традиционный турнир памяти Юрия Шпигала. В Магнитогорске мероприятие проходит уже седьмой раз. За переходящий кубок боролись не только любители, но и профессиональные хоккеисты. Состав участников команды «Стальные топоры» по-настоящему звездный. За шайбу борются Ярослав Косов, Денис Масалев и другие профессиональные хоккеисты. Евгений Григоренко в любительском турнире принимает участие на протяжении четырех лет. Каждый год одни и те же ребята играются. Так интересно просто подвигаться и форму немножко набрать, и аппетит, как сказал, нагнать. Так, чтобы усталость какая-то была и готовиться. Надо потихоньку начинать к сезону следующему. В принципе, нормально. Все, как обычно, хорошо прошло. Александр Кириллов хоккеем занимается с шести лет. Раньше играл профессионально, но из-за травмы карьеру пришлось завершить. Несмотря на это, с Клюшкой не расстается. Без него не проходит ни один городской турнир. Супер, эмоции отличные. Ребята всех в отпуске встретятся, всеми повидаться с кем-то, играли вместе с кем-то, против друг друга играли. Но эмоции только самые хорошие. Пароли за награды четыре команды. Стальные топоры, МГТУ, Столивар и Кредо. Три периода по 15 минут. В один круг, каждый против каждого. За победу начислялось три очка. За ничью – по одному. Посвящен турнир хоккеисту Юрию Шпигала. Он был одним из тех, кто выводил «Металлург» на новый уровень. Эта встреча на льду не только яркий спортивный праздник для участников и зрителей, но и память о выдающемся игроке. Я еще сам играл. У меня Юра был тренером. Семь лет назад решили организовать турнир в памяти его. И он стал традиционным. С каждым годом он набирает все больше популярность. Присутствующие люди на льду этому доказательствам. На протяжении шести лет бессменным победителем мемориала была команда «Кредо». В этот раз первое место заняли стальные топоры.